всем привет меня зовут лиза я уже почти год не ем сахар это для меня такое достижение и в этом видео я хочу поделиться с вами своей историей и своими советами которые мне помогли отказаться от сладкого в прошлых видео я уже рассказывал что у меня были постоянные проблемы с кожей лечение у дерматологов не особо помогало к тому же добавились еще и проблемы жкт и вот я решила искать решение своих проблем и так я пришла в нутрициологию и вот уже скоро скоро где-то в июле получу диплом как я поняла что у меня есть зависимость от сахара именно тогда когда я решила его исключить я проанализировала свой рацион и поняла что я ем сладости каждый после каждого приема пищи на ежедневной основе то есть и после завтрака и после обеда и после ужина еще могла перекусить чем-нибудь сладеньким и это как бы ну не разовая акция это на постоянной основе я пробовала исключить сахар из своего рациона без тех знаний которые есть у меня сейчас и это было очень тяжело очень сложно у меня получилось исключить сахар на примерно полгода но потом снова вернулся в мою жизнь все вернулась на круги своя но сейчас моем рационе и сладкого только ягоды и фрукты в очень ограниченном количестве то есть за день я могу съесть максимум два каких-то небольших фруктов это могут быть два яблока или два небольших апельсина либо если я ем ягоды то это где-то 100-150 грамм плюс какой-то тоже один фрукт яблоко или апельсин вот либо я готовлю полезные десерты о которых я сегодня тоже расскажу самое первое с чего я хочу начать это с понимание того а зачем вам нужно отказываться от сахара и как сахар влияет на ту проблему которая у вас есть от которой вы хотите избавиться у меня например были постоянные высыпания я знаю что сахар вызывает сильный подъем инсулина тот свою очередь вызывает повышенный тестостерон а как бы это и есть такой пресловутый гормональный сбой до которым все говорят затем тестостерон заставляют нашу кожу выделять большое количество сала и привет черные точки закупоренные поры жирный блеск также сахар является пищей для условно-патогенной флоры и в одном из прошлых роликов я как раз рассказывал что у меня были постоянные рецидивы золотистого стафилококка так вот когда вы понимаете как сахар влияет на те проблемы которые у вас есть то отказаться от него немножко легче когда вы уже разобрались целью стали такими более осознанными по отношению к своему здоровью следующий шаг это сбалансированный рацион когда у вас в тарелке есть и белки и жиры и клетчатка особенно медленные углеводы это например гречка бурый рис пшено овсянка долгой варки сладкого хочется в разы меньше вот раньше например я ела очень мало и конечно энергии не хватало и организм пытался достать ее хотя бы из быстрых каких-то углеводов это были не только там десерты сахара но и вся выпечка с пшеничной мукой те же макарошки и лепешки и так далее поэтому важно есть достаточно как сбалансировать свой рацион под методу карловской тарелки я уже как-то об этом рассказывала но повторюсь еще раз вы берете большую такую тарелку меня примерно 25 сантиметров делить ее пополам одну половину вы заполняете овощами одну четвертую оставляете под белок и еще одну четвертую под медленные углеводы под крупы и также сверху добавляете какие-то семена орехи оливковое масло там либо авокадо либо кокосовое масло и вот когда вы едите такими порциями ну гораздо меньше хочется сладкого также важно найти полезные альтернативные замены тем сладостям которые вы любили раньше потому что все равно особенно первое время будет очень хотеться вот этого сладкого вкуса можно есть фрукты но опять же в академичном количестве не больше двух штук в день потому что иначе вы переберете сурктозы это тоже будет не очень положительно влиять на ваш организм либо готовить полезные десерты которых в качестве подсластителя идет банан яблоко или яблочное пюре батат морковь медаль кокос кероп горький шоколад вот 80 процентов и выше примеры таких полезных десертов есть у меня на канале если вам нужна будет подборка таких десертов в письменном виде то обязательно оставляйте комментарии мне под видео я сделаю такую подборочку сахарозаменители я не использую но самыми такими безопасными являются эритрит и степи но я все-таки за натуральные цельные продукты стресс тоже влияет на желание поесть сладенького за есть какие-то эмоции поэтому важно тут найти для себя способы которые помогут снять стресс это может быть и спорции какие-то дыхательные упражнения и ванны то есть тут важно найти свой метод который подойдет именно вам я например просто уволилась работает и как следствие стресса стал моей жизни гораздо меньше конечно сидит нужно относиться спокойно бывают такие случаи когда вдруг вы переели сладкого или целый торт как бы всякой жизни бывает важно не ругать себя за это понять почему так произошло может быть вы не позавтракали в этот день может быть у вас случился какой-то тяжелый день на работе и вы не смогли с этим стрессом справиться тут важно найти вот эти вот первопричины которые привели к тому что вы там перебрали сладкого да и подумать а как вы можете их устранить например можно завтрак приготовить с вечера или например когда вы идете в гости взять с собой свои же полезные десерты чтобы там не напрасываться на какие-то другие вредные сладости я например так и делаю сюда приношу с собой какой-то брауни или вот недавно выходили к родственникам на пасху я тоже принесла свой кулич спокойненько его поела и все были довольны надеюсь что эти советы тоже помогут вам отказаться от сахара как они помогли мне и я была очень-очень сильной сладкоежкой поэтому даже если у меня получилось то у вас тоже обязательно получится оставляйте свои комментарии подписывайтесь а мне на этом все всем пока